День семьи Сегодня в нашем обществе эта тема очень актуальна, потому что в связи с определенными законами, которые были изданы в другие государства, мы сегодня желаем заявить о том, что семья — это ценно, и в семье должны воспитываться дети. Для нас семья — это мужчина, женщина и дети. И мы хотим обратить внимание, мы никому не говорим, что плохо, мы говорим позитивно, говорим о том, что семья — это ценно, и на это нужно обращать внимание. Если бы семья не была ценно, тогда не было бы много трагедии. Тогда бы дети, от которых уходят родители, они не были бы в депрессии. Если бы семья не была ценно, тогда женщина не плакала, когда уходит мужчина, или наоборот, мужчина не страдал, когда женщина уходит. То есть семья — это создано Богом, и в этом мероприятии, которое будет у нас, мы подчеркиваем о том, что семья — это ценно, и на это нужно обращать внимание. Если мы не будем обращать на это внимание, тогда обратят внимание совершенно другие люди. И в нашей украинской традиции семья занимает важное место. И такое высказывание, это как домашнее, например, или как бабушка готовила, как мама готовила, это говорит о том, что в украинском сознании семья имеет огромную ценность, и на это нужно обращать внимание. Если на неё не обращать внимание, а говорить, ну, это само собой разумеющееся, тогда придут новые ценности, и эти ценности могут быть заменёнными. Но мы не желаем этого, мы хотим ещё раз этой акцией, этим мероприятием подчеркнуть, что семья — цены, и мы желаем, чтобы семьи у нас, в нашем государстве были крепкими. Я хочу представить Татьяну Великую, которая является организатором мероприятия, и она более подробно расскажет об этом мероприятии. Здравствуйте. Итак, что у нас ждёт завтра? Будем надеяться, что погода будет нас радовать больше, чем сегодня. Праздник начинается с 9 часов. С 9 часов уже будет велогонка, поэтому кто не зарегистрировался, регистрируйтесь. Уже на вчерашний день будет принимать участие около 100 человек, детей на велосипедах. Поэтому приезжайте, приходите с велосипедами, будет интересно. После 9, с 10 начинается уже официальное открытие праздника, что мы подготовили для наших гостей. Там будет несколько секторов. В первую очередь, это семейный сектор, сектор мастер-классов, сектор хендмейда, сектор аниматоров и сектор игр для детей. Немножко поподробнее по каждому сектору. Сектор семейный, что подразумевается? Там будут выдаваться пледы. Это будет в тени. Сразу хочу поставить ударение на то, что вся зона, весь сектор, он будет практически весь в тени. Это в сквере, под деревьями. Поэтому мамочки, не переживайте, что ваш ребенок перегреется или будет постоянно на солнце. То есть тени достаточно. Сектор семейный. Это будут выдаваться пледы. Можно будет с детьми поиграть в тени, посидеть. Там будет, в принципе, можно будет купить еду. Это шашлык, тортики, пирожные, горячий шоколад, компот и всякие напитки. Поэтому вы сможете хорошо отдохнуть там. Сектор мастер-классов. Хочу поставить ударение, что мастер-классы будут бесплатные. Поэтому ваш ребенок, да и вы, в принципе, сами взрослые, сможете на мастер-классе многому чему научиться. Это валяние шерсти. Будем делать бусы счастья. Рисовать в стиле подиковской росписи. Лепка, аппликации, рисование песком. И, кстати, можно будет еще заняться своей внешностью. Кому это интересно, это плетение косичек, тоже бесплатно. И мастер-классы по макияжу. Что касается хендмейда. Ну, куда без хендмейда? Детский праздник, да? Вот. Хендмейд у нас была территория около, уже на сегодняшний день, где-то 20 столов. Вот. По хендмейду. Поэтому приходите, будет интересно. Это ручная работа, топиарии, игрушки из ткани, куклы. Работа из воска, где я покажу прямо на месте, как это делается. Вот. Изделия в стиле декупаж, корзинки, бижутерия и много-много всего интересного. Вот. Что касается секторов аниматора, это с 10 до 6 будут принимать участие много организаций, которые работают по развитию ребенка и развлечению ребенка. Это аниматоры, это клоуны, это игры, это всевозможные конкурсы и так далее, и так далее. Поэтому будет интересно с 10 до 6 можете оставлять ребенка и спокойно заниматься своими делами, отдыхать мамой. Так, что касается сцена. Будет сцена с 10 тоже до 6. Это песни, это будет выступать ДК Политех. Это будут ребята выступать, песни, пляски и все-все. Семья Бардов, кстати, тоже у нас будет принимать участие, поэтому тоже будет интересно. Вот, в принципе, все. Ну, я не говорю уже за то, что это батуты, это игры, это мега-твистер у нас также будет, поэтому будет интересно. Приходите, получите массу удовольствия, вот, и также со своим ребенком, со своими детками. Спасибо. Подскажите, кто партнеры праздника, кто будет присутствовать на празднике, на кого он рассчитан, то есть я, ну, за детей узыш или кто-то еще там? По поводу наших спонсоров. Огромная благодарность нашим спонсорам, потому что откликнулись очень многие. Вот, ну, в первую очередь, это, конечно, организации, связанные с детьми. Это детские центры, такие как Пиноккио, это кафе, детское кафе с лабиринтами, с детским меню. Они предоставили нам сертификаты, бесплатные сертификаты, которые будут тоже разыгрываться у нас на территории, поэтому пускай детки приходят и получают, играют и получают удовольствие. Что касается Игролэнд, тоже у нас предоставил массу, Игролэнд предоставил нам тоже бесплатные билеты на посещение центра своего. Кафе Шаурмен быстрого питания тоже нам помогли, дали нам сертификаты на бесплатное детское меню, которое будет тоже разыгрываться. Также принимали участие, это музей шоколада, кстати, 11.07, то есть 11 июля, это день шоколада, вот, поэтому они тоже принимают участие. Вот, будут с нами и предоставили билеты в музей шоколада. Вот, также у нас наш спонсор, это музей интересной науки. Они тоже предоставили билеты, вот, совсем вот недалеко здесь находятся, поэтому сейчас уже иду за билетами для наших деток. Вот, в принципе, много будет еще спонсоров, поэтому о них будут объявлять на концерте, вот, и мы о них еще узнаем, услышим. Как будут разыгрываться билеты? Каждый ребенок может получить, или это какая-то особая категория детей или взрослых? Да, я совсем забыла рассказать о лотерее. В 10 часов при входе в сквер будет стоять стол с регистрацией, то есть родители со своими детьми должны будут подойти, зарегистрировать ребенка, вот, указать имя, фамилию ребенка на такой бумажечке небольшой, и эти все бумажки потом будут складываться в один такой мешок, вот, и вот розыгрыш вот этих призов, которые предоставили наши спонсоры. Это будет, насколько я помню, это будет с 3 до 4, вот, этот розыгрыш лотереи, поэтому не забудьте зарегистрироваться, потому что призов будет очень много, вот, интересных призов, вот, поэтому не забудьте здесь зарегистрироваться. Регистрируйтесь где-то утром? Да, это с утра, с самого начала праздника в 10 часов будут сидеть девочки за столом, там будет объявление, что это регистрация проходит, вот, поэтому не пройдите мимо, вот, прямо в начале сквера будет регистрация. Скажите, а праздник будет вообще благотворительный, или все-таки какие-то деньги вы должны с собой брать? Да, желательно, конечно, деньги взять в любом случае, потому что, ну, большая часть этого будет бесплатно, это будут игры, но еда, хендмейт, вот, и некоторые игры будут платные, но чисто символическая цена, без заоблачных цен, вот, чисто на то, чтобы окупить перевоз тоже мебели и так далее. Хорошо. Благодарительный фонд образования постоянно, ну, помогает кому-то, в данном случае, вот, в день семьи. Кто будет еще приезжает из таких, какие-то интернаты будут, переселенцы, кто еще будет на праздники, кроме того, что родители придут с детьми, полноценные семьи, кто еще будет на праздники? Помимо того, что будут участвовать дети с семьями придут, ну, родители, также приедут интернаты, приюты, вот, в детской области, мы их ждем, и это переселенцы с маяк, тоже приедут семьи с детьми, вот, ну, а также, конечно, это многодетные семьи, вот, многодетные семьи, семья, у которых есть 16 детей, я была поражена, вот, будут присутствовать семьи, там, где 7-8 детей, это удивительно в наше время, вот, это семьи-герои, вот, ну, и, конечно, семьи не из благополучных семей, мы тоже их ждем, с радостью будем видеть их на нашем празднике. У кого регистрируется на гонку? Вы сказали, что на регистрацию, а где, с кем связаться, у кого найти какие-то есть контакты? Да, регистрация проходит на сайте официально, вот, я боюсь, что уже регистрация уже прекращена, возможно, там, последние часы для регистрации, вот, поэтому, вот, в принципе, вот эти билеты, вот, если нет, если нет контактных телефонов, я продиктую информацию на повелогонке, это Татьяна, 093-59-46-839, или на электронку, инфо собака-велодети.байк. Спасибо большое. А скажите, а Вы, партнеров уже там, ну, уже все набрано, или еще кто-то может принять участие, подключиться к организации, где-то еще можно, или это уже все? Да, нам еще нужны в любом случае волонтеры на помощь завтра в организации этого праздника, поэтому будем рады видеть в помощь, ну, а также все, кто, допустим, хочет прийти поучаствовать в нашем празднике, это на тех же мастер-классах, на тех же сектор хендмейда, вот, Вы можете обратиться ко мне, 067-519-66-54, Татьяна, звоните и регистрируйтесь, я регистрирую. Еще раз хочу напомнить, что мероприятие будет проходить в сквере Гамова, который находится на пересечении Балковской, улицы Балковской и Моисеемка. Ждем Вас, будем рады, это действительно будет приятный детский праздник и много будет веселья. Спасибо Вам. Спасибо. 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 Спасибо.